Дорогие коллеги, я очень рада вас приветствовать. Спасибо вам за внимание к этой теме. Вы получили от меня рассылку, к которой мы приступим буквально через 5 минут. Просто для начала я в первые 5 минут хочу немножко рассказать о нашем подходе к переводу в институте. Я думаю, что прежде чем говорить о критериях перевода, нужно понять, что мы понимаем под качеством перевода, зачем он нам нужен. Дело в том, что на нашем факультете, так же и на других факультетах МГИМО, не готовят переводчиков в бакалавриате. На нашем факультете готовим специалистов международников со знанием иностранных языков и даже не переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. Поэтому понятно, что для наших студентов, у которых 2 часа на перевод, неделю всего на втором языке, 4 на первом, теория перевода это роскошь, которой мы себе позволить особенно не можем. Да и нет необходимости, потому что студенты наши будут сталкиваться на первых этапах работы в МИДе или в каких-то международных отделах других организаций с тем, что им нужно быть на подхвате и быть готовым как устно переводить, допустим, работая с делегациями, так и какие-то делать письменные переводы, необходимые для их деятельности. Поэтому к переводу мы подходим очень прагматически, с тем, чтобы научить студентов основным принципам перевода, не вдаваясь в большие теоретические объяснения и не используя термины теории перевода. Генерализация, расширение, сужение, эти все вещи мы используем очень скупо, скажем так. Теперь, что касается критерия в оценке. Вы, наверное, все сталкивались с тем, что если у нас нет так называемых программированных упражнений, если преподавателям приходится проверять упражнения, где нужно использовать свой здравый смысл, то разброс мнений может быть стопроцентный. Я помню, когда-то я проверяла эссе с одной коллегой, мы такую практику вводили, проверять анонимные эссе студентов, и я поставила эссе 5, она поставила 2. Я спросила у нее, ну почему у нас такое расхождение, почему 2-то, тем более, что ничего не было написано, просто 2 стояло внизу, ничего не отмечено. Она честно мне сказала, у меня было плохое настроение, поэтому, чтобы избежать это, мы потихоньку разработали критерии оценки письменного и также устного перевода наших студентов. Должна сказать, что этот процесс внедрения критериев тоже был очень болезненный. Это не так, что сегодня мы объявили, а завтра все начали применять. Нет, очень много, очень долго преподаватели сопротивлялись и говорили, что почему тут, какая тут разница искажения или неточность, какая разница стиль или там лексическая какая-то неточность. Очень долго. Но мы все знаем, что инновация это внедрение нового в сопротивляющуюся среду, а среда сопротивляется всегда. Внедряя критерии, которые я вам разослала, мы тоже особенно не опирались ни на какие психолингвистические теории. Почему действительно, например, 5 штрафных баллов, а не 6 или не 4, опирались на свой предыдущий опыт. Сколько мы ранее считали, можно сделать ошибок для того, чтобы перевод был хороший или отличный или неприемлемый. Поэтому вот шкала 5, которую вы видели в критериях, это чисто эмпирическая статья. То есть вот такое количество штрафных баллов предполагается на объем статьи в 1800 знаков, 2000 знаков. Притом пробелы мы в данной ситуации не считаем, потому что это уже не старинные машинки, где пробелы были важны. Так что исходя из этого, мы и подходим к оценке письменных переводов студентов. Как я и сказала, и устных тоже самое, только для устных у нас те самые критерии, только обычно у нас для устного перевода, то есть для перевода с листа, мы предлагаем статьи меньшего объема. Но вся эта информация в отношении критерий, в отношении подхода часов, она есть у нас на сайте, на сайте нашей кафедры. Поэтому, если вам будет интересно потом более подробно посмотреть на вот эти все письменные документы, вы всегда можете выйти на сайт нашей кафедры, на сайте МГИМО, и посмотреть те материалы, которые предлагаются для студентов. И программа, и критерии, и контрольно-измерительные материалы. То есть в нашем случае предлагаются конкретные статьи, достаточно современные, для устного и для письменного перевода. Теперь я планировала сразу перейти к тем переводам, которые я вам предложила, если у вас нет вопросов по вступительной части или каких-то других предложений. Нет, да? Можно один вопрос? Конечно. Позвольте, пожалуйста, вот по критериям оценки, вы не могли бы уточнить, что подразумевает под собой искажение части предложения? Иногда бывает предложение достаточно длинное, и одна часть предложения искажена, а другая переведена верно. Мы сейчас с вами, может быть, даже к таким примерам и подойдем. Если одна часть предложения переведена верно, то мы не снимаем целый балл, а снимаем только половину. Опять-таки, если это все, вот это, то достаточно субъективно, потому что если предложение занимает, к примеру, четыре строчки, то, конечно, и состоит из нескольких частей, там сложно подчиненное предложение, то такой критерий можно применить. Если предложение небольшое, и та часть, которая неверно переведена, затрагивает все предложение, тогда мы снимаем за все предложение. Но однозначного ответа здесь нет. Здесь дело уже касается практики применения. Поэтому я и хотела, чтобы мы с вами вместе посмотрели на эти статьи, которые предложены, чтобы на деле посмотреть, как же эти критерии применять. Потому что таким образом мы обычно проводим обсуждения с нашими преподавателями, работающие на потоке. Мы раз в месяц проводим такое же обсуждение переводов студентов, где оцениваем переводы, сделанные студентами, и предлагаем свои критерии. Иногда у нас не сходится, естественно, мнение, что считать серьезной неточностью, что считать менее серьезной неточностью, потому что тут тоже достаточно субъективный подход. То, что есть в настоящий момент искажение, неточность, лексика, стиль, это тоже не компьютер, это тоже не математика, тут тоже много субъективности. Поэтому вот таким образом приходится применять, пока это в цифровую технологию не вылилось еще с тем, чтобы проверить и оценить с использованием компьютера, который бы объективно, не субъективно. А еще, Валентина Николаевна, вы могли бы напомнить, время вы выделяете на вот такой объем перевода или это домашний перевод? Это может быть и так, это может быть и так, и так. Если мы даем это в качестве домашнего перевода, мы обязательно даем, мы стараемся в течение месяца дать две статьи для письменного перевода, а остальное время у нас уходит на работу с учебником и с другим учебником трудности перевода. Что касается учебника, то может быть вам знаком вот этот вот учебник, которым пользуются наши студенты, он мной написан, называется «Перевод текста в общественно-политическое содержание». И здесь предлагаются как тексты для перевода и обсуждения, так и конкретные какие-то переводческие советы. Но не с точки зрения теории перевода, а с точки зрения конкретных проблем, которые встречаются в данном тексте, идет анализ этих проблем и предложение, как с этими проблемами справляться в этом тексте и в будущем. Вот. И что касается наших контрольных переводов, то да, мы каждый месяц предлагаем такой же объем статьи для контрольного перевода, и во время перевода как домашнего, так и контрольного в аудитории разрешаем пользоваться словарями. Единственное ограничение, которое мы делаем, это мы не разрешаем пользоваться в аудитории интернетом и другими поисковыми системами, только словарь. Сами понимаем, конечно, что проконтролировать это трудно, в условиях дистанта вообще практически невозможно, но стараемся. Спасибо. Давайте теперь перейдем. Я предлагаю начать со статьи о Байдене. Я предлагаю, чтобы вы посмотрели, открыли студенческий перевод, который я вам прислала. И давайте посмотрим, что в этом переводе. Лена, откройте нам, пожалуйста, перевод номер один. Извините, студент один. Студент один, да. Хорошо. Все видно? Пока нет. А теперь да. Спасибо. Спасибо. Давайте посмотрим на этот перевод, где, естественно, ничего не выделено. И вы будете, я поскольку не знаю участников, вы сами включаете микрофон, когда вы готовы что-то сказать в отношении использования критерия. Давайте посмотрим на заголовок и на подзаголовок. Есть ли какие-то предложения в отношении заголовка и подзаголовка? Елена Борисовна, у меня у нас где? Из тех, кто сказал, что готовы мне помогать в проведении семинара. Не слышу предложений, да? Хорошо. Тогда я думаю, что, может быть, вы разогреетесь потихонечку. Тогда я начну с предложений, которые мы в ходе наших обсуждений здесь выработали. Но в отношении самого заголовка, я думаю, больших проблем нет. С этим переводом можно согласиться. Правильно там, да. Вроде бы правильный перевод. А вот с подзаголовком могут быть проблемы в отношении вернуть поддержку американцев, брошенных его партий. Текст у нас предлагал «If he is to win back the Americans, abandoned by his party». Поэтому, ну, брошенных его партий, может быть, сейчас посмотрю, ну, немножко abandoned брошенных не совсем, а в данной ситуации, может быть, было бы казаки, забытых или интересы, интересы и мнения которых его партия не учитывая. Брошенных немножко так в лоб бьет. Но, тем не менее, можно оставить. Дальше. Первый абзац. Есть ли предложения какие-то по первому абзацу? Согласны ли вы с этим переводом первого абзаца? Конечно, темой было единство. Ну, тут, как мы всегда говорим, студентов правильных переводов может быть десяток. И неправильных переводов может быть десяток. Может быть, здесь все-таки немножко расширить эту информацию «The same was unity». Конечно же, темой все-таки добавить выступление. И мы помним, что русский язык менее лаконичен, чем английский. Поэтому необходимо добавлять те слова, которые делают нашу речь более клишированной. Конечно, по этому, конечно же, темой выступления добавить было единство. Но это не ошибка абсолютно. Это то пожелание, которое вы делаете студентам, с тем, чтобы они учитывали ваши рекомендации на будущее. И за ошибку это мы не считаем. Дальше. Опять-таки. Это было абсолютно… Что такое это? Тема или единство? Поэтому со словом «это» мы всегда просим студентов обращаться очень аккуратно. Потому что в данной ситуации становится непонятно. Темой было единство и что? Либо это – это единство, либо тема. Верно. Поэтому здесь было бы правильнее написать, что выбор темы был совершенно верным и полностью предсказуемым. Слово «решение» совершенно не нужно здесь. Да. Иначе будет, да, относиться только к слове «тема». А в данной ситуации… Ну, это, в общем, в принципе, не искажение. Это достаточно верно. Но не совсем понятно в отношении того, что такое «это». Поэтому, опять-таки, за ошибку можно в данной ситуации не считать этот вариант, но он не самый лучший. Поэтому можно было бы предложить все-таки вариант выбора этой темы был совершенно верным и полностью предсказуемым. Дальше. Следующий. Джон Байден призвал положить конец. Вот дальше. Ненависти, вызывающие раскол в обществе – это уже неплохо. А вот «нетерпимый гнев» – это уже неудачное решение, потому что здесь мы посчитали как лексика. Потому что все-таки должен быть язык перевода клишированный. А «нетерпимый гнев» может использовать автор, который пишет свою статью. И вряд ли может позволить себе переводчик. У переводчика основная цель – использовать клише. Поэтому с этим мы не согласились и предложили все-таки посчитать это как лексическую ошибку. Я знаю, что некоторые преподаватели в некоторых вузах существует подход такой, что указать студенту на неправильный перевод или на неправильную ошибку, но не предлагать ничего своего. По принципу «давайте, ребята, ищите сами». Мы же считаем, что все-таки предложить нужно. Один из вариантов. Опять-таки, в очередной раз подчеркнуть, что это не единственный правильный вариант. Могут быть и другие правильные варианты. Поэтому в данной ситуации можно предложить. Джо Байден призвал положить, покончить с той вызывающей раскол в обществе ненавистью и тем гневом, происходящим от нетерпимости к чужому мнению. Вот в данной ситуации. Hatred and intolerant anger. Intolerant как нетерпимость к чужому мнению. Который привели к штурму здания Капитолия. А тут, конечно, у нас, который закончился штурмом Капитолия. Это опять-таки бьет в лоб. Все-таки не сам Капитолий, а здание Капитолия закончился штурмом Капитолия. Но это даже мы не посчитали за лексическую ошибку, просто посчитали, что это проблема стиля. Опять-таки, когда мы анализируем переводы, мы не все засчитываем как ошибку. Потому что наша задача не набрать штрафные баллы, а научить студента. Поэтому в качестве штрафных баллов мы зачитываем то, что однозначно нам не нравится, то, что неприемлемо. А вот штурм Капитолия, ну, можно сказать и штурмом Капитолия, хотя лучше, конечно, штурм здания Капитолия. Но точно не ошибка. Дальше. Где он находился? Ну, опять-таки, где он находился, опять-таки непонятно, что имеется в виду. Хотя не ошибка. Это все-таки лучше сказать, где он сейчас стоял. То есть это имеется в виду, что это инаугурационное выступление, поэтому надо разъяснить ситуацию. А вот дальше, которые даже угрожали подорвать репутацию американской модели демократии в обществе, модели во всем мире. Здесь необходимо все-таки отметить, давайте посмотрим, что у нас в оригинале было, не подорвать в данной ситуации репутацию. Хотя можно оставить из-за модов, подорвать американскую, да, подорвать репутацию американской модели. Здесь можно оставить. Так, следующий абзац. Есть ли какие-то предложения, ваши варианты? Где вы здесь видите ошибки в следующем абзаце? Разнобылась и носит гражданский характер. Так, Лен, очень плохо слышно. Так, где? Конечно, гражданский характер, это вообще в данной ситуации, это даже либо серьезная неточность, 0,3. Либо даже искажение, потому что разногласия не могут носить гражданский характер, естественно, конечно. Либо ведутся цивилизованно, может быть, носят цивилизованный характер в данной ситуации. И тут, конечно, мы опять обращаемся к проблеме перевода таких слов, которые являются ложными друзьями. В данной ситуации civil law нам хорошо знакомы, как гражданский, цивильный, но есть и другие значения в данном контексте. Конечно, гражданский характер совсем нехорошо. Но есть ли какие-то другие предложения? А вот необходимо для осуществления демократической политики. Это тоже очень серьезная вещь. Это, конечно, не демократическая политика. Мы всегда студентов призываем очень внимательно к слову политикс относиться, потому что политикс – это не всегда полиси, а даже скорее чаще это не полиси. Потому что политикс – это либо политические процессы, либо политическая сфера. Поэтому в данной ситуации можно предложить, когда… Так, что это у нас? Одну секундочку посмотрю. It is essential to democratic politics. Да, когда, может быть, разногласия не выходят за рамки политического процесса или же… Нет, разногласия очень важны. Они являются основополагающим пунктом для демократических политических процессов. Только, конечно, не демократическая политика. Так, а что еще вызвало здесь сомнения? Ну, конечно, жуткая вещь в конце предложения, в конце обзора. Let alone violence. Не слышу. Let alone violence. Let alone violence. Ну, это не говоря уж… Ну, не перестать в прямую вражду, тем более в насилие. Насилие можно оставить. Почему у вас не согласие с violence, как насилие? Let alone выражение. А, ну, не говоря уж, не тем более, а не говоря уж, да, в этом зачем я имею в виду, да. Хорошо. А вот дальше следующий абзац, просто абсолютно ужасен, да? Мстительность приверженцев Вашингтонской партии, казавшейся неизлечимой. Да, это, конечно, искажение самое настоящее, и оно заслуживает наказания в виде штрафного балла, потому что здесь имеется в виду эта фанатичная мстительность, которая присуща отношениям между политическими партиями. Партизан Виндиктивнис. Партизан кака? Кака? Не приверженность приверженцы Вашингтонской партии. Какая Вашингтонская партия? Валентина Николаевна, можно я замечу, может быть, здесь имеется в виду республиканская партия? Нет, 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 совсем нет. В данной ситуации, когда разговор идет о партизан Виндиктивнис, это, конечно, имеется в виду вообще межпартийные отношения. Поэтому и партизан в этом значении опять то слово, на которое мы часто фокусируем внимание. Тем более, вы смеете, здесь Вашингтон партий политикс, то есть здесь подчеркивается именно отношение между обеими партиями, не одна партия. Так, и дальше. Очень простая грамматическая вещь следующая. Каждое разногласие не обязательно должно быть тотальной войной. Но это странно, потому что студенты со школы помнят, что who is present, everybody is present. Мы же не говорим, каждый присутствующий. Все присутствуют. Поэтому опять-таки обращаем внимание, никакое разногласие, никакие споры, они, конечно, не каждая. Но, как вы видите, всякие моменты здесь, и лексические, и грамматические возникают, на которые необходимо чисто практически обращать внимание. Поэтому абзацу все понятно, можем переходить к следующему. Ну, давайте к следующему перейдем. Тон речи Байдена очень сильно отличался от тона его предшественника. Так, как вы посчитали этот вариант? Согласны ли вы с ним? Очень, не очень хорошие. А какие предложения? Смысл не очень точный. Ну, в данной ситуации, помимо того, что could not have been more different, этой грамматической фразы, я не думаю, что ее можно как-то более буквально перевести, или стоит ее более буквально перевести. Здесь важнее слово тон. Тон речи. Речь обычно имеет не тон, а тональность. Поэтому тональность выступления, а не тон выступления, а не тон речи. Тональность выступления очень сильно отличалась. И could not have been more different. Я думаю, что буквализма здесь не надо. Поэтому оставить could not have been просто сильно отличалась от тональности выступления его предшественника. Так, дальше, что здесь еще важно в этом абзаце? But there are questions. Тут, конечно, ни тем не менее, непонятно опять-таки, тем не менее и однако. Разные слова, поэтому мы ее здесь обозначаем как лексика, за которую можно слегка наказать, но не очень сильно. Дальше, в этом же абзаце. Каким это примирение должно быть? What kind of reconciliation is this to be? Да, здесь тема рема. What kind of reconciliation is this to be? Тут при переводе студентка неправильно поставила рему в этом предложении. Мы помним, что в русском языке рема должна следовать за сказуемым. Поэтому правильный перевод с точки зрения логики должно быть. То есть, каким же должно быть это примирение? То есть, на тему рема мы тоже обращаем внимание, потому что очень часто это изменяет смысл предложения. Так, еще по этому абзацу есть какие-то другие предложения? Какие-то вопросы? Какие-то версии? Нет, да? Хорошо, давайте туда перейдем к следующему абзацу. Being patently decent man that he is. Здесь возражения, я думаю, что у нас нет. Действительно или несомненно, можно так оставить. И дальше, я думаю, что с первым предложением можно согласиться. Есть ли у вас какие-то другие здесь вопросы по этому? Ну, здесь можно предложить вернуть толерантность в общественный дискурс. Дискурс можно. Толерантность опять стала частью общественного дискурса. Думаю, что здесь можно согласиться с этим вариантом. И вот следующее предложение. Иначе не было бы никакой нации, сказал он только хаос. Это очень сильная неточность. Давайте посмотрим, что имеется в виду в тексте. There would be no nation at all, like he said, only a state of cares. Ну, нация, опять-таки nation, еще одно опасное слово. Так же, как, допустим, название Организации Объединенных Наций, хотя она в русском языке ради аутентичности присутствуется, но на самом деле это объединенные, конечно, государства. Поэтому, как нация, наверное, американцы не исчезнут от того, что будет хаос. Поэтому в данной ситуации nation, конечно, нужно было бы перевести как государство, как страна. Иначе, и опять-таки, would – это не сослагательное наклонение в данной ситуации. Это обыкновенное future in the past. Поэтому на это тоже студенты к этому относятся небрежно, не вдумываются. Иначе не будет никакого государства, сказал он, только состояние хаоса. Так, и дальше. Дальше. Он отметил тот факт, что именно в этом случае, в каком этом случае, бушующая толпа не достигла успеха. Ну, давайте опять посмотрим в оригинал. he celebrated, наверное, в первую очередь, конечно, он с удовлетворением отметил тот факт, не просто отметил. Ну, это очень небольшая проблема, поэтому за нее можно не наказывать, а обратить внимание просто студентов, что celebrate – это все-таки сильнее, чем просто отметил. отметил, отметил. И in that very spot, это все-таки не в этом случае, а имеется в виду, что именно здесь, в здании Капитолия, именно на этом месте. мятежная толпа, бунтующая толпа, но бунтующая толпа тоже, наверное, по стилю не очень хорошо, ну, можно оставить, толпа бунтовщиков, толпа мятежников, которая пыталась подорвать демократическую волю. И что имеется в виду демократическую волю? Как ее можно подорвать? В случае, try to overturn the democratic will. Конечно, это не будет демократическая воля, а демократическая воля изъявления. Отменить демократическое воля изъявления. Мы специально предлагаем студентам свежие статьи, чтобы они могли полагаться на свои собственные знания. Они же читали об этом. Против чего протестовали эти американцы? Они протестовали против результатов выбора, или подсчета, как подсчитывались эти результаты. Поэтому это и есть воля изъявления, а не воля. И конституцию. Подорвать конституцию тоже непонятно, что имеется в виду. И нанести сокрушительный удар по конституции подорвать положение конституции. Опять-таки, типично для русского языка приема, расширение в плане расширения по количеству, не по семантике. Использование большего количества слов. Так, ну, дальше можно согласиться. Каким должно быть это примирение? Какое единство предлагает президент? Каким должно быть примирение? Так, это мы... Подождите, вернулись. Нет, это предыдущий был. Демократическое волеизъявление, извините. Этого не случилось и никогда не случится. Так, мы здесь все смотрим. Хорошо. Теперь последний абзац. Все это было прекрасно и правдиво. Как вам нравится этот вариант? Все это было прекрасно и правдиво? Никак. Никак не нравится. Правильно. Потому что, опять-таки, это у нас, all of this в данной ситуации, опять переведено чисто грамматически. Это и все. Поэтому, наверное, все-таки при переводе надо разъяснить, о чем говорилось ранее. Все эти слова. Все это были прекрасные и правильные слова. Хотя они в основном... Никого не удивили. Опять-таки, неудивительно. Очень большой буквализм. Это были прекрасные слова, хотя они никого и не удивили. Валентина Николаевна, скажите, пожалуйста, к какой категории вот эту кальку мы отнесем? К категории ошибок? Нет. Нет. Это не категория ошибок. Это все были... Это все... Это мы даже отнесем просто к проблеме стиля. Потому что... Ну, это тоже, в принципе, стилистическая вещь в данной ситуации. Хотя, конечно, можно посчитать... Ну, не точно все я бы не посчитала. Я бы посчитала стилью. Стиль, потому что это очень просто неудачная форма изложения. А раз неудачная форма изложения, в нашем понимании это будет стиль, но не в том понимании, как это понимает стилистика, а именно как неудачная формулировка. Может быть, для этого можно было бы найти какой-то более точный термин. Но пока мы не нашли. Мне самый стиль не очень нравится, потому что ранее в такой ситуации я бы написала просто Russian. Так по-русски не говорят. Но это не идиоматично. Ну, у нас нет вот такого термина при проверке. И тут, тем более, нет идиоматичности. Тут нет никаких идиом. Это, в принципе, вопрос клишированности. И вот как назвать вопрос клишированности, если не называть это просто Russian, по-русски так не говорят. Вот когда мы отказались от такой формулировки English, так не говорят по-английски, или Russian, так не говорят по-русски, я считаю, что мы немножко подорвали свои критерии, и мы к этому еще вернемся. Потому что подобного рода ошибки называть стилистическими у меня не очень поворачивается язык. Но по-другому тоже пока ничего не могу предложить. Кроме того, просто что написать стиль, но иметь в голове, что так по-русски не говорят. Как это все, это было крайне неудивительно. Дальше. Очень хорошая здесь была фраза. But there were also some nicely pointed references to the era that had just passed. И, конечно, студентка не поняла некоторые явные отсылки к только что прошедшей эпохе. Опять буквализм. В данной ситуации имеется в виду, что он очень искусно отозвался о предыдущей эпохе. Поэтому один из вариантов можно, что несколько раз обращался к только что ушедшей эпохе, может быть, предлагает один из студентов, умело расставляя акценты. То есть не искусно сформулировала, а хорошо сформулировала эти свои отсылки. То есть они не били в лоб. Или, как предлагает один из студентов, умело расставляя акценты. Вот это вот nicely pointed references, потому что студенты все-таки не совсем поняли, что имеется в виду под references. Потому что у них раз references, так у них всегда сразу же отсылки. Других вариантов у них нет. Ну и, наверное, все здесь достаточно хорошо, кроме конца. Это было более жесткое и менее сентиментальное послание. Это, конечно, опять-таки, если это у нас будет message, то это тоже не всегда послание. Как вы считаете в этом варианте, что можно было бы предложить? Какой смысл message? Посыл, то есть смысл, идея, то, что он хотел сказать. Не само послание, как выступление, как речь, а смысл, то, что мы называем, мы тоже называем это message, как основной смысл, как основной посыл, как основная идея. И в данной ситуации тоже можно наказать неточностью. неточностью, может быть, на 0,2 процента. Потому что это нечетко подобранное слово. А меня слышно? Да, Лена, слышно. А вот вы скажем на тризму. Самобана. Ага, сейчас посмотрим. Я просто пыталась. Self-serving deception. Deception. Так. Я не нашла, да. В искаженной призме самообмана. Ну, это тоже не самый, наверное, хороший вариант. Я согласна с тем, что в искаженной призме самообмана, хотя это, конечно, сложная фраза. Miasma of self-serving deception. Поэтому, наверное, будет лучший вариант ядовитая атмосфера обмана. Ядовитая атмосфера обмана. Поэтому я согласна с вашим замечанием, Лена, что не может выжить в искаженной призме самообмана. Потому что это не столько искаженная, сколько именно имеется в виду отравляющая атмосфера, ядовитая атмосфера. Да, тут про запах, а не про геометрию. Ядовитая атмосфера обмана, в порыстных интересах. Да, согласна с тем, что это то же самое, можно посчитать как неудачным вариантом, как стилистическую, опять-таки, посчитать на 0,2. Дорогие коллеги, есть ли какие-то другие предложения по этому переводу? Нет. Тогда мы можем перейти к вам с вами ко второму тексту. Елена Алексеевна, откройте нам, пожалуйста, второй текст. Можно вопрос по ходу? Коллеги, извините, пожалуйста, у меня случилась авария, и я вынуждена буду убегать все время. А вот скажите, пожалуйста, какая конечная оценка получается в результате набранных нами? Вы знаете, поскольку мы с вами сейчас ничего не подсчитывали, просто указывали на то, какие неточности, какие искажения здесь есть, поэтому сейчас нам арифметический подсчет произвести трудно. Но я вам скажу, что когда я оценивала этот перевод, я поставила за него 75%. А уже подсчитывать конкретно, во сколько была оценена каждая ошибка, сейчас, ну, конечно, я думаю, что не совсем наша с вами задача. Конечно, конечно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за участие. Давайте теперь перейдем ко второй статье в отношении Чили. Опять-таки, выбор статьи также еще показывает то, что мы не концентрируем свое внимание только на англосаксонской тематике. В общем, наша задача показать студентам, поскольку на втором языке у нас студенты в основном специализируются по другим странам, не по англосаксонским, не по США, там Австралии и так далее, чтобы они понимали, для чего им нужно знание всех этих терминов, терминологии, потому что все те же самые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, говоря о политической жизни в США, в Великобритании, все те же проблемы встречаются в публицистике, которая описывает события в других странах. Поэтому, если они будут, к примеру, работать с испанским языком в Чили и посол скажет, а ну-ка, прочитай, что пишет американская пресса про ситуацию в Чили, он должен с английским языком быстренько справиться с публикациями и передать информацию соответственно послу, который, как говорят студенты, очень часто бывают достаточно требовательными, поскольку и часто знают язык. Так, хорошо, давайте мы с вами посмотрим на этот текст, сейчас я приготовлю. начнем с самого начала, тот и заголовок интересен, поэтому в такой ситуации мы еще раз напоминаем студентам, что если есть какие-то сомнения в отношении заголовка, лучше перевести все-таки его в конце. Просто студенты очень редко к этому прислушиваются и сразу же бьют в лоб. Поэтому здесь, конечно, бьют в лоб, я бы сказала, что здесь, опять-таки, стилистическая проблема, есть какие-то варианты способствуют новому социальному контракту. Наверное, не способствует, опять-таки, та же проблема, что русский язык не такой лаконичный, как английский. Поэтому конституционное собрание или созыв конституционного собрания может привести к появлению нового социального контракта, мне не очень нравится, общественного договора, потому что, раз идет разговор здесь о создании конституции новой, то, наверное, все-таки общественный договор, потому что социальный контракт, мне кажется, кажется, все-таки больше ограничивает содержательный момент, хотя мы видим в прессе, что очень в одинаковых условиях употребляется и социальные контракты, и общественный договор, наши и специалисты, и журналисты не очень обращают большое внимание, но часто приходится говорить студентам, что ориентироваться на публикации в настоящий момент, на русские, на российские публикации, очень сложно и может быть не стоит, поэтому в данной ситуации необходимо применять свой здравый смысл в этом контексте, ну и в качестве примера я всегда привожу, что это характерно не для нынешней только ситуации, но и для того, как какие-то явления переводились на русский язык и в прошлом, ну начиная обычно с Чарльза Дарвина, все мы помним, что это не выживание сильнейшего, а survival of the fittest, то же самое мы помним Рузвельта, welfare state, это совсем не государство всеобщего благоденствия, а социальное государство, которое оказывает поддержку незащищенным слоям населения, то есть это социальное в нашем понимании. любимый мой пример – политика с позиции силы, которая очень часто используется для того, чтобы показать какой-то агрессивный характер политики. Нет, политика с позиции сил на самом деле в первоначальном варианте означает policy of strength, это совсем другое, чем с позиции силы. Поэтому то же самое и здесь, я бы не пошла по пути журналиста, но все-таки написала общественный договор. Так, следующее предложение. Still bears the original sin of being made by the notion of creation. Ну тут достаточно буквально переведено это предложение, хотя в кавычках, поэтому я думаю, можно было бы согласиться, несет первородный грех, как один из вариантов. Но, возможно, другой вариант, то есть несохранение этого здесь выражения, а вызывает недовольство уже потому, что ее приняли во времена Пиночета, во времена правления Пиночета. Есть ли какие-то вопросы по первым двум заголовок и подзаголовок? Нет. Хорошо, тогда давайте перейдем к следующему, к абзацу самому, к генералу. И какие у вас предложения? Видите, тут много всего. Военный командир, победивший Перу, памятник Бакедана верхом на коне, воплощает дух Сантьяго. Я думаю, что вы все на это обратили внимание, да? Вместо военный командир, конечно, главнокомандующий или военно-начальник победил Перу. Это все стилистические, конечно, неудачные варианты. Военный командир, я бы сказала, что это лексическая проблема. Может быть, оценить ее все-таки на 0,2, потому что военный командир. Или все вместе военный командир, победивший Перу, я бы отметила как стилистическую ошибку на 0,2. И предложила бы военно-начальник, который нанес поражение Перу в Тихоокеанской войне. Так, ну, памятник верхом на коне, как я уже сказала, наверное, бронзовая конная статуя лучше бы высвышалась над площадью, которая представляет собой сердце Сантьяго. Место сбора, ну, вот видите, тут даже девочка написала фанатов футбола вместо футбольных фанатов. Ну, это, с этим указать на это, но, в принципе, можно не наказывать. Ну, а воплощает дух Сантьяго, все согласны, я думаю, с тем, что это не воплощает дух Сантьяго, а является как бы центром, сердцем, в кавычках, города. Так, дальше, в следующем. Памятник Бакедана превратился в символ установленного порядка. И дальше типичное искажение, которое я оценила на минус один. То есть целый балл снимаю, потому что хоть это и часть предложения, но оно меняет все предложение, удерживаемого теми, кого невозможно больше терпеть. Я думаю, что это понятно, что в данной ситуации не хелд, не значение удерживаемое, а значение считаться. Поэтому статуя стала мишенью, символом установленного порядка, который, как считали многие, стал невыносимым. Хелд – это неудерживаемые теми, поэтому искажение достаточно серьезное. Дальше. Поджечь. Войска забрали памятник для восстановления. Ну, это пример полностью неудачной лексики. Войска – это, конечно, не войска, а военные. Для восстановления – это тоже, конечно, неудачный подбор слова, а для реставрации. Поэтому здесь вот таких ошибок достаточно много. А здесь еще синтаксически получается, как амонимия – поджечься едини ночи 12 марта. Да, потому что… Ну, это то же самое, да. Тут тоже такой же неудачный стилистический прием. Здесь, опять-таки, лучше было бы сказать, посреди ночи 12 марта военные сняли статую, или сняли ее с постамента, отправили на реставрацию. Так, какие у вас сразу же есть предложения в отношении следующего абзаца? For conservatives, it's removal represented defeat by the mob. Устранение памятника. Нет, ну, наверное, все-таки демонтаж, демонтаж, устранение не очень хорошо. А вот, а, ну, в смысле, устранение, правильно, извини, пожалуйста, не поняла. Да, конечно, устранение не подходит, абсолютно верно. Потом там не плинтус, а постамент, по-моему. Да, абсолютно, плинтус, это вообще смешно. Мы посмеялись на занятии, когда говорили о том, что девочка не знает разницу между тем, что такое плинтус, что такое постамент. Абсолютно верно. Да, поэтому в данной ситуации можно было бы предложить, консерваторы восприняли тот факт, что статуи убрали с ее места, как поражение, которое протестующие нанесли правоцентристскому правительству. Потому что поражение, нанесенное толпой, это опять-таки стиль. Очень большой буквализм. Так, хотя более значимым символом может стать пустой постамент, оставленный солдатами. Потенциально-конституционный процесс. Это да, но это то же самое, буквализм чистейший, классический буквализм. Начинается потенциально-конституционный процесс переосмысления. Это набор слова, поэтому в данной ситуации... Так у него там даже констрактив, а не конституционный процесс, перекрутил, мне кажется, лицей. Констрактив, процесс, это потенциально-констрактива, да, то, что может в идее стать положительным, созидательный процесс. Все правильно. Чири начинает потенциально-созидательный процесс пересмотра устоявшегося порядка. Да, поэтому потенциально-конституционный, абсолютно в данной ситуации я оцениваю это как искажение всего предложения. И наказываю целым баллом за это. Так, и вы, потому что тут дальше, при этом выборы должны состояться в течение собрания, созванного для составления новой конституции. То есть все предложение абсолютно бессмысленное, но он оказывается именно на один балл, потому что в нем много всего набралось, что сделало предложение неправильным. Выборы должны состояться в течение собрания. Это совсем не нужно было думать. Дальше вот абсолютная причастная конструкция на студию, от которой студенты тоже самое часто не замечают. И обстоятельства to write a new constitution. Ну, в данной ситуации объяснить новое конституционное собрание, которое займется разработкой новой конституции. Вряд ли созванного для составления новой конституции. Вряд ли это можно сделать в течение одного заседания, собрания, которое займется. Так, в следующем предложении есть какие-то варианты? This will isolate Lossa Violentus. Как нам здесь поступить с этими мятежниками? Потому что изолировать особенно особо агрессивно настроенных протестующих вызывает тоже сомнения, как их изолировать, в тюрьму, что ли, заключить. Поэтому многие надеются, можно было бы предложить, что это лишит радикально настроенных оппозиционеров поддержки в обществе. То есть изолируют, значит, они социально и морально изолируют. Поэтому девочка могла бы здесь предложить, именно какая изоляция. Или вот такой вариант, да? Лишит радикально настроенных оппозиционеров поддержки в обществе. А можно еще спросить, Валентина Николаевна, получается, в этом тексте на английском есть вкрапление вот испанского. Не должны мы это сохранять в переводе на русский? Я думаю, что в Соединенных Штатах испанский намного чаще используется. И понятно, почему используется. И наверняка многие даже знают эти все слова, в отличие от нашей публики. Поэтому можно, конечно, было бы оставить. Но, может быть, я бы как переводчик все-таки в скобках разъяснила, что имеется в виду. Потому что думаю, что просто отношение к испанскому языку в нашем обществе и в американском обществе знакомство с этими реалиями разное. Поэтому, может быть, и не стоит оставлять в русском языке этого слова. Так, следующий абзац на протяжении For Most of the Three Decades. Так. На протяжении... Наблюдался успех, странно. Ну, наверное, не в основном наблюдался успеха, опять-таки, стилистически. А большую часть этого периода, большая часть 30 лет были успешны. Чили была успешной страной, Чили развивалась успешно. А все-таки не наблюдался успех. И, опять-таки, стилистически неудачно. Так, дальше. Стремительно растущая экономика сочеталась с верховенством закона. Опять-таки, здесь лексическая ошибка, которую можно посчитать. Можно... Можно... Можно не наказывать. То есть, очень часто мы, как я уже говорила, выделяем ошибку, но не наказываем за нее, потому что нехорошо. Не говоря так, экономика сочеталась с верховенством закона. Поэтому можно предлагать. Удавалось совмещать быстрорастущую рыночную экономику и верховенство закона. Совмещать. Или... Было и то, и другое. В стране была и быстрорастущая рыночная экономика, и соблюдалось верховенство закона, соблюдалось верховенство права. Так, но... С исчезающими возможностями. Опять-таки, на уровне opportunities. Опять-таки, буквализм. Потому что часто мы чувствуем, что этот буквализм объясняется тем, что студенты не понимают, о чем говорится в данном предложении. Поэтому, наверное, все-таки сокращение возможностей. Сокращение возможностей. И тут тоже мы возвращаемся к правилу, когда прилагательное и причастие в английском языке переводится на русский с помощью существительного. Об этом говорим тоже самое студентам. Студентам, ну, такие простые примеры. Work as demand higher wages. Рабочий требует повышение заработной платы, а не повышающуюся заработную плату. То же самое и здесь. Сокращение... Так, сейчас одну секундочку. Вот, рост рыночной экономики, верховенства закона. Вот здесь то же самое в отношении opportunities. Так, то есть сокращение возможностей. Дальше. Сегрегированными образовательными и здравоохранительными системами. Ну, наверное, наверное, системы образовательные разные. Так, сейчас мы посмотрим. Ну, системы здравоохранения, раздельные системы здравоохранения и образования для богатых и бедных. Не столько сегрегированные, потому что сегрегированные все-таки более такое узкое по своему применению. И, ну, может быть, можно и оставить. В общем, в принципе, не считаю в данной ситуации большой проблемой. А вот злоупотребление монополистического бизнеса – это опять буквализм, который теряет смысл в русском языке. Поэтому я то же самое отмечаю здесь как смысл. Ну, наказываю 0,2%. Потому что, что здесь имеется в виду, опять-таки, на это нужно обратить внимание, потому что студенты с этими понятиями, как бизнес, big business, vested interest, они не сталкиваются и переводят буквально. Поэтому в данной ситуации, конечно, нарушение злоупотребления фирмы монополистов, компаний монополистов. Монополисты в бизнесе, за это, конечно, лучше перевести как не монополистический бизнес, а компании монополисты. Так, а здесь, когда голосование стало… Ну, в данной ситуации конец предложения, просто очень грамматически неудачен. В принципе, пунктуация и грамматически неудачная конструкция. И давайте, Лена, покажите нам последний абзац. Давайте посмотрим на последний абзац и с чем мы здесь не согласны. Ну, во втором предложении Конституцию осуждают, осуждать, вряд ли, можно документа, критикуют, очевидно. Поэтому лексика, за которую не наказываю. А вот под эгидой этой Конституции так не говорят по-русски. Поэтому в данной ситуации я посчитала бы как лексика и наказала на 0,2. Так, опять-таки, буквализм, то, что мы говорим как стиль. Диктаторский режим наделил рынок значимой ролью. Все-таки не наделил рынок, а диктаторский режим отвел рынку важную или крупную роль в пенсионной системе, здравоохранении и образовании. И вот как раз последнее, то, о чем говорила в Вестинг Интерест в конце. Наличие закрепленных корыстных интересов. Тут я пишу искажение, потому что часть предложения теряет смысл. Наказываю на полбала, 0,5. Потому что наличие закрепленных корыстных интересов, непонятно, что имеется в виду. А именно закрепляет выгодное положение, закрепляет привилегированное положение крупного бизнеса. Потому что Вестинг Интерест – это действительно устойчивое выражение, которое означает большой бизнес. И вот за этот перевод, этот перевод еще менее удачный, поэтому он был оценен в 64%. То есть все равно это позитивная отметка, потому что мы в своем подходе зацикливаемся на том, чтобы как можно больше наказать студента. Двойку ставим, ну, совсем уже в таких случаях. Лена, можете закрыть, пожалуйста, спасибо. Двойку ставим совсем действительно, когда перевод неприемлем, содержит очень много искажений, чтобы для того, чтобы совсем не то, что называется дискарич, не обливать студентов холодной водой. Многие какие-то вещи обязательно отмечаем, то есть отмечаем мы все и указываем на возможные более удачные варианты. Но не стремимся наказать абсолютно за все, для того, чтобы, как я уже сказала, мотивация сохранялась, и для того, чтобы у студентов, чтобы они приходили на занятия, не думая о том, что опять их будут критиковать за неправильный перевод. Дорогие коллеги, спасибо вам большое за участие. Какие еще у вас остались вопросы? Вопросов нет. Валентина Николаевна, там было в чате вопрос вам. Сейчас я посмотрю, что тут в чате. Так, кто-то ушел. Почему такой небольшой вес у каждой ошибки это связано? Ну, я думаю, что вот как раз сейчас я сказала, почему такой небольшой вес у каждой ошибки. Именно потому, что наша самая главная задача определить слабые места, а не наказать за это. Потому что если бы мы, мы, конечно, могли бы, и, как я уже с самого начала сказала, достаточно субъективно. Мы с самого начала, наша задача заключалась не в том, чтобы абсолютно психолингвистически безупречную модель выработать, критерия. А для того, чтобы как-то наш опыт обобщить и все вместе его использовать. То, что здесь возможны всякие варианты и оценивать искажения можно. Это 0,5 только, допустим, серьезные. Не оценивать минус 1. И оценивать стилистические ошибки. Может быть, по-разному. 0,1 всего. Его не обязательно оценивать 0,2. Это все возможно. Это все вполне можно изменить, если такой будет общественный договор. Пока что это достаточно субъективно. И основная задача – это просто универсализм для того, чтобы мы все пользовались одной и той же системой. Валентина Николаевна, можно вопрос? Конечно. Вообще здорово, что у вас существуют такие критерии. Они не везде есть. Как вы думаете, все-таки мы придем, как вы уже только что упомянули, к общему положению, когда будут выявлены критерии для всех, потому что ошибки одинаковые. И, в общем-то, они должны оцениваться совершенно одинаково. Поэтому, мне кажется, что есть на зрелом потребность выработать такие общие критерии вообще для всех вузов, преподающих переводов. Ну, это же называется wishful thinking. Я думаю, что, как в хорошем анекдоте, не доживем мы до этого момента. Хотя бы на первом этапе, чтобы в рамках каждого вуза хотя бы существовали такие критерии. Потому что, насколько я знаю, даже в рамках МГИМО нет общей такой системы. Вот мы, как я уже сказала, внедрили эту систему на нашей кафедре. И то это было, в общем, в принципе, не так легко. И народ сопротивлялся достаточно долго. И приходилось принимать меры наказательные. То есть, именно на экзамен мы просили, чтобы преподаватели сдавали проверенные работы студентов. Потом на экзамене получалось там просмотреть одну-две работы. Выявите нестыковки, которые были заранее обсуждены. Потому что мы проводим заранее обсуждения вот такого типа для того, чтобы выработать общий подход. Так что, я думаю, что на уровне всей нашей системы вряд ли мы это сможем сделать. Но хотя бы сделать это в рамках каждой кафедры. Уже было бы хорошо, мне кажется. Не замахиваясь на такие стратегические решения. Хотя бы тактическую проблему решить. Спасибо большое всем. Я думаю, что теперь необходимо переходить на другие семинары. Для этого немножко отдохнуть. Спасибо всем большое. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Всего хорошего. До свидания.